Каждая выставка Славы Смирновой это большое событие, и тем более, что выставка, вот сейчас открывающаяся, это юбилейная выставка. В общем-то, за какой-то отрезок времени, да, это всё-таки размышления художника, деяния его, так скажем, вот в данном временном срезе. В общем, конечно, очень всё интересно, и правильно Леонид Иванович сказал, что Слава у нас ярчайший представитель Пермского авангарда, и с самого начала, где-то с 80-х годов до сегодняшнего дня он с этого пути, в общем-то, ни разу не свернул. Он очень последовательно, очень убедительно и очень феноменально, я бы сказала, движется в направлении к иному, вот так можно сказать. Вообще, у него одна из выставок называлась «Иные миры», и действительно, вот какая бы реальность ни лежала в основе его наблюдения, его впечатления, всё равно она всегда преображалась. Она преображалась в какие-то такие странные, может быть, необычные, непривычные для глаза, но удивительно красивые образы. И то, что Слава как бы подвигает на этот путь, что даёт ему импульс и толчок, это, наверное, осознание времени во всей его, скажем так, плотности, во всей его длинноте, во всей его, ну, необыкновеннейшей красоте, потому что время, которое ощущает Славу в своих образах, восходит к древнейшим пластам нашей человеческой культуры и, может быть, конкретно нашей пермской культуры. И не случайно в его созданиях мы видим лики звериного стиля или каких-то средневековых существ и явлений. В общем, Слава Смирнов чувствует вот эту протяжённость времени, и лики времени у него всегда очень разнообразны, очень непривычны и притягательны. Насчёт этой выставки я могу сказать, что она очень цельная, это вот такой единый организм.